Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня у меня по плану представить вам новый мастер-класс по вязанию подиумного платья с косами. Поэтому платье у нас проходил проект совместного вязания. И есть результаты. Не только я связала это платье, но и некоторые мастерицы тоже связали и прислали нам свои фотографии. Поэтому сегодня нас ожеждает интересный вечер. Не буду вас сегодня утруждать никакими сложными узорами, никакими разборами сложных моделей. А мы сегодня посмотрим на результат, полюбуемся платьем. И желающие этот мастер-класс приобрести смогут перейти в мой магазин и его купить. Но для начала я расскажу, что входит в этот мастер-класс. Какие у нас результаты по этому мастер-классу. Покажу вам, какое платье получилось у меня. Покажу вам, какое платье получилось у других мастериц по этому мастер-классу. То есть, когда вы уже будете приобретать этот мастер-класс, у вас не будет сомнений по поводу того, что в нем есть, получится ли из него вещь или нет. Вы все это увидите своими глазами. У меня получилось платье вот такое. Мое платье выглядит вот так. Я вам еще покажу более подробные фото. Ну и давайте буду рассказывать об этом платье. Если вы посмотрите на оригинал платья, которое вдохновило нас на совместное вязание аналогичной модели, то вы увидите, что платье это, скорее всего, связано из кашемира. И вот правильно здесь было замечено, что, конечно, от того, какая пряжа, от этого очень зависит, как ложится узор и как лежит потом само изделие. Но мы решили, что будем вязать не из кашемира, а будем использовать другую пряжу. Я использовала пряжу немецкого производителя Ламана, который производит шикарную пряжу по новейшим немецким технологиям. Пряжа называется Куско. Это стопроцентная бэби-альпака. В моточках 50 грамм, содержится 85 метров. И на платье у меня ушло этой пряжи 850 грамм. Длина платья 1 метр, размер 48. Пряжа мне эта очень понравилась. Она замечательно ложится в полотне. Ей очень приятно вязать. Она буквально сама скользит по спицам. Очень приятные ощущения. Я вяжу с детства, но никогда раньше я не вязала такой приятной пряжи. Она на самом деле сама себя вяжет. Эту пряжу можно приобрести у меня в магазине. Ссылку на магазин вы можете найти также в описании под видео. Если можете воспринимать на слух, называется fashion-olena.com. В этом магазине продается пряжа Ламана, в том числе и Куско. Платье получилось струящееся, приятное, немножко шелковистое на ощупь, но в то же время очень теплое. И за счет того, что эта пряжа, она такая струящаяся, такая, очень такая шелковистая, в результате этого косы, несмотря на то, что здесь очень крупные косы, они не полнят фигуру, а очень хорошо ложатся, такими мягкими. На этом платье вы видите, что косы расположены под углом. Здесь есть специальный метод прибавления петель. И я вам сейчас хочу показать, как это платье со всех сторон смотрится на манекене. Я сделала много фото, чтобы можно было рассмотреть со всех сторон. Что нужно для того, чтобы получить доступ к просмотру мастер-класса? Мне необходима ваша электронная почта, которая связана с YouTube или с Google аккаунтом. Это, в принципе, все равно на сегодняшний день. YouTube принадлежит к Google, поэтому мне нужна ваш адрес электронной почты, которая связана с Google аккаунтом или с почтой YouTube. Вы мне можете с этой почты написать на мою почту, да, и я вам тогда дам доступ. Без такого адреса я доступ дать, к сожалению, не могу. Так устроен YouTube. Поэтому посмотрите, пожалуйста, в описании под видео и напишите мне письмо. Как только вы мне напишите, я сразу же вам дам доступ. Да, платье получилось действительно очень элегантное. Сейчас вы еще увидите на других девушках. Так, Алена, это спицами связано или на машинке? Юля, это связано спицами. Это связано спицами. Я вязала на спицах номер 5. Вязала из пряжи Ламана Куска. Вика говорит, да, мы вяжите платье. Алена все замечательно объясняет. Платье шедевральное. Ну, вот, кстати, я тогда сразу вам сейчас покажу, покажу, как это платье связала Вика. Пожалуйста, любуйтесь, посмотрите. Только что вы видели платье, которое связала я, когда разгадывала, как вязать платье, придумывала. И вот платье, которое связала Вика. Я хочу сказать огромное спасибо за шикарные фотографии, превосходные. И посмотрите, как красиво это платье смотрится уже из другой пряжи и в другом цвете. И очень интересно, Вика предложила вариант, что это платье можно носить с поясом. Как оно шикарно смотрится с поясом. Работа очень мне понравилась. Мне даже кажется, что у Вики получилось еще красивее, чем у меня. Хвалят, Вика, вас хвалят, девчата. Красивое, очень красивое платье, богато, очень оригинально. Вот такое платье, вот такое платье связала Вика. Еще две мастерицы связали, но как другие мастерицы связали, я покажу позже. С поясом как будто совсем другая модель, но тоже очень красиво, правда, Вить? Очень красиво. Казалось бы, что здесь в этом платье, вот есть интересные такие, здесь по переду косы уходят в стороны. И образуются такие треугольники, они очень вытягивают фигуру, очень хорошо смотрятся на фигуре, да? Вот, устранят. И казалось бы, пояс он мог бы перечеркнуть, но ничего подобного. Вот как для меня это было очень неожиданно, когда я увидела, что потрясающе, очень красиво смотрится. Давайте еще посмотрим, как я сделала очень много фото на одной замечательной, прекрасной девушке. Посмотрите, пожалуйста, как смотрится, то есть фотографировала в районе Нового года. Поэтому под елочкой, ну, цвет такой, я бы сказала, какао с молоком. Вот на такой вот мягкой пряжи, видите, сбоку. То есть я немножко изменила рукав. Я сделала рукав узкий сверху и расширенный к низу. Лилия говорит, бордо строже выглядит, а серый нежнее. Ирина Алтухова, платье шедевральное. Спасибо. Ну, и вы видели, что у Вики рукав построже, а я все-таки сделала такой широкий рукав и собрала его на маленький манжет. Давайте посмотрим. Вот у меня еще две пани связали немножко по-другому рукава. У одной три четверти рукав прямой, у другой длинный рукав прямой. Это у нас Алла и Алла. Это две разных пани, но они тезки. Алла и Алла. Видите, и, по-моему, очень замечательно смотрятся, что на одной, что на второй. Так, любуйтесь на Аллу и Аллу. Да, Елена Горнаева говорит, да, и на этих девочках красиво смотрятся. Да, и вот у меня такие девочки, видите, как бы не очень девочки. Я тоже говорю, вот у меня, видите, Алла стоит с парнем, да? Я говорю, Алла, это ваш сын? Алла говорит, нет, это мой внук. Можете себе представить? Вот такие у нас прекрасные мастерицы, замечательные. В мастер-классе расчеты на все размеры. Я рекомендую для этого платья вязать из очень мягкой пряжи. Косы не должны быть торчащие, должны быть мягкие. Мастер-класс по этому платью занимает 4 часа по времени. То есть, это очень подробный мастер-класс. Не только, как набрать петли и провязать сколько рядов. А здесь вы увидите в этом мастер-классе очень подробную информацию от самого начала до самого конца. Платье нестандартное. Вяжется оригинальным способом. Добавляются петли по центру. Но так, чтобы косы расходились то влево, то вправо. Так, чтобы косы потом красиво ушли на рукав и хорошо легли по фигуре. Сейчас хочу показать тайминг, что в этот мастер-класс входит. Сначала, первым этапом, я сделала обсуждение фасона и общие моменты по этому платью. Так как весь фасон, в общем-то, нестандартный. Это я вязала, этот фасон не навеяла подиумное платье, описание к которому нигде не было и нет, по-моему. Вот, и поэтому мы занялись тем, что на совместном вязании мы прежде всего обсудили фасон, обсудили, какой будет рукав, как у нас будут располагаться косы, где будет расширение, где будут заужения. Все-все-все мы это обсудили и наметили общий план действий. Далее, начали расчет и вязание со спинки. Связали резиночку небольшую для того, чтобы подол платья не заворачивался. И после этого расположили косы по спине в самом начале платья. Я составила алгоритм и в мастер-классе вы уже непосредственно найдете этот алгоритм распределения рисунка по спинке. Затем вы найдете в мастер-классе схему узора и вязание всей спинки. Но провязывание рядов я ускоряла. Но если вы захотите рассмотреть подробно вплоть до провязывания каждой петли, то вы сможете эти места, где видео ускорено, вы сможете замедлить видео и рассмотреть буквально каждый ряд. Те ряды, где меняется что-то, когда вот одну косу уже сделали целую, начали формировать вторую, тоже все подробно рассказываю. Как добавляется петелька, как она провязывается по изнанке лицевой или изнаночной петлей. Все это рассказано. Как убавляю петли, чтобы были красивые швы по бокам. И вплоть до того, как перебрасывать косы. Косы довольно широкие. То есть переброс косы тоже показываю, как я это делаю, чтобы не было больших таких отверстий, знаете, когда перебрасываются широкие косы. Вот и все-все-все. И когда я связала спинку, когда она уже была готова, я надела ее, прикрепила на манекен и показала, и рассказала, что как получилось, что можно изменить, что можно не менять. И приступили к вязанию переда. По переду узор расположила несколько иначе. И тоже это все объяснила. То есть вы можете просмотреть сначала мастер-класс и потом выбрать, и может быть и одинаково расположить по переду и по спинке узор. Тайминг у вас есть, поэтому, получив доступ к мастер-классу, вы сможете сами для себя решить, как вы хотите. И затем, после спинки, рассказываю, как вязать перед и как на нем расположить узор. И опять же, второй алгоритм расположения узора. То есть можно использовать или так, как я на спинке один, по переду другой, либо одинаковый, какой вам больше понравится. У вас уже будут готовы фотографии, вы видите, и вы можете выбрать, как вам больше нравится, по переду или по спинке. Или так, как у меня. А затем, когда уже готова была у нас спинка и перед до горловины, я надела эти части, опять же, на манекен, все промоделировала и рассказала, и объяснила алгоритм, как вязать горловину лодочка, как делать убавление плеча, как делать убавление горловины. Потому что, если кто-то не знает, то я могу сказать, когда вы смотрите на горловину лодочка, то некоторым кажется, что она вяжется просто прямая, да, квадратик такой связал, надел на себя, и она вот так вот у вас лежит. Но ничего подобного. Для того, чтобы горловина по переду, вот так вот лодочка, не забиралась вот так вот на пол шеи, чтобы вам не хотелось постоянно оттянуть ее вперед, то лодочка вяжется тоже особым способом. Причем я горловину лодочку вяжу без отрыва нити. И вот как раз на этом платье я рассказала и показала подробно вплоть до каждой петельки, и как вязать укороченные ряды, и как рассчитать, сколько нужно сделать глубину выреза по переду, сколько по спинке. Все, 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 все показала и расписала. И здесь еще удивительный такой момент то, что здесь же у нас получается плечо, плечо этого платья очень занижено, но не просто занижено, как при прямой пройме, а здесь расширение кверху платья. И получается, что тут очень занижено рукав, почти до локтя. Поэтому тут вот тоже горловину нужно было особым способом считать. Мы с этим справились, и на фото вы видите, какие замечательные горловинки получились у всех. После того, как оформили горловину, я показала, как сшивать плечевые швы. Здесь я использовала трикотажный шов, и тоже все это подробно показала. И как еще и швами регулировать вырез лодочки. И так объяснила, что это вам будет годиться не только для этого платья, но каждый раз, когда вы будете вязать какое-то изделие, другое совершенно, из другой пряжи, по другим размерам, но с горловиной лодочки, вам уже не придется ходить, искать какие-то мастер-классы, а вы уже откроете мастер-класс по этому платью, дойдете время 1 час 44 минуты, откроете его, и снова рассчитаете, сформируете лодочку на новом совершенном изделии. После того, как сшили плечевые швы, сшиваем боковые швы, потому как здесь фасон такой нестандартный, здесь нельзя сказать заранее, какой ширины вы хотите рукав. Поэтому сначала я показала, как матрасным швом сшивать боковые швы, для того, чтобы отмоделировать рукав. Но плечевые швы, опять же, сшивали не до конца, а так, чтобы можно было еще моделировать. То есть здесь такое платье, очень творческий подход был к этому платью. Здесь нельзя вот так, знаете, рубить топором, как заходишь на YouTube, и смотришь там, сколько эти вязаные, перевязанные, у всех одно и то же, друг у друга перевязывают. Вот здесь платье, это такое платье, что оно уникальное. Мы вместе с участниками, в совместном вязании, мы все это моделировали. После того, как боковые швы дошили почти до того места, где должен быть рукав, мы рассчитывали, проектировали и вязали рукава. И последним пунктом в изготовлении платья, это было, как пришить рукав. Здесь тоже шов особенный, все показываю. И платье уже было практически готово, оставалось только заправить ниточки, и я там даже немножечко показала, каким способом я ниточки заправляю. То есть вот такой мастер-класс, вот столько информации этот мастер-класс содержит. Так что покупайте, очень советую, будьте довольны. Там есть такая информация, что вам не только для того, чтобы одно платье связать, но и хватит вам и на будущее, и для других моделей. И я предлагаю еще раз полюбоваться платье, которое связали другие мастерицы. Вот платье, которое связала Вика. Вика говорит, я тоже вязала из 100% альпаки, 50 грамм, 167 метров, спицы 3,5 миллиметров, ушло 520 грамм. Видите, у меня потолще ниточка, и у меня ушло, естественно, почти в два раза. То есть у меня пошло 850 грамм, спицы номер 5, и у меня в 50 граммах, по-моему, сколько, 85 метров. Ну вот, пожалуй, и все, что я хотела вам рассказать. Давайте покажу еще двух аллочек наших. Вот такая красота. Еще два очень красивых платья. Для тех, кто хочет приобрести такой обширный мастер-класс по шикарному оригинальному платью, то, пожалуйста, можете оплачивать через донат, или через PayPal, или через Privat24, если вы живете в Украине. А также вы можете зайти в мой магазин, ссылка на который есть в описании под видео, в адрес магазина fashion-olena.com, там зайти в раздел мастер-классы, найти это платье и приобрести. Если вы приобретаете мастер-класс через мой магазин, там есть специальная платежная система, вы при оформлении заказов выбираете оплату картой, и там специальная платежная система подключена, которая переводит любую валюту, переводит в гривны, и мне зачисляет на карточку уже в гривне. Очень удобная система оплаты. Если кто-то еще не справился с системой донатов, то, пожалуйста, заходите через магазин, все очень легко покупают. Но, пожалуйста, не забывайте о том, что для того, чтобы я могла вам дать доступ к просмотру мастер-классов, мне необходим адрес вашей электронной почты, которая связана с YouTube или с Google аккаунтом. И еще один момент такой хочу сказать. У некоторых людей, которые не очень опытные в компьютерных делах, возникает иногда проблема с тем, что когда YouTube присылает ссылку для доступа к мастер-классу, они не могут войти и посмотреть. На самом деле нужно войти в свой аккаунт на YouTube. Когда вы по ссылке ютубовской переходите, то у вас в правом верхнем углу красным написано слово «Войти». Это значит, что войти в ваш аккаунт. Не бойтесь, нажимайте «Входите». Если не знаете, будете мне писать, я вам буду подсказывать. У меня уже очень много мастер-классов купили. Уже около 500 мастер-классов у меня купили за этот год. Все справились, все зашли. Но я уже сразу знаю, какие бывают ошибки, поэтому сразу предупреждаю. Все смотрят с удовольствием. Причем у меня доступ к мастер-классам не ограничен ничем. Ничем. Вы можете смотреть, сколько хотите раз, сколько хотите по времени. Поэтому милости прошу. Ну и также в магазин, когда зайдете, то посмотрите, у меня уже там и другие мастер-классы есть, очень интересные. Заходите, покупайте, поддерживайте канал, поддерживайте спикера. Давайте еще покажу вам Вику. Ну вот такие платья. Это мое платье. Ну, дорогие мои, на этой счастливой ноте мы сегодня с вами закончим прямой эфир. Присоединяйтесь, присоединяйтесь. Платье нравится, покупайте, вяжите. Все. Ну, а на сегодня всего хорошего. Искренне ваша Алена Никифорова. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok